Среди киношников он считался непревзойдённым автором артхаусного кино, а это реально артхаус, блин. Сильное заявление. Проверять его, конечно же, не буду. Блин, вот прикинь, если бы у тебя в доме был вот такой подъезд. Это такой, знаешь, хорошенький психодел, который ты смотришь и такой, вау, а что вообще происходит? Чпойник! Всем привет, дорогие друзья, с вами Ваш Дакстр, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Валан Вейк 2. В предыдущем видео мы с вами еле-еле смогли убежать от дьявола, стали свидетелем какого-то очень страшного и жуткого культа, и вот, собственно, здесь сейчас стоим, в ванной, значит, всё хорошо, светит свет, и мы с тобой продолжаем играть в эту игру. Но перед началом, как всегда, обязательно влюбивай большой палец вверх, и также напиши в комментариях, что смотришь в Алан Вейк, что ждёшь от меня новых серий. Мне будет очень приятно, просмотры реально минимальные просто мы с вами набираем, но, тем не менее, игрушку нужно-то пройти, и я верю и надеюсь, что на данный контент также найдётся свой зритель. Окей, идём. Идём, значит, всё нормально, всё чётенько, пропали вот эти вот расчленённые трупы с кровью. Выходим из комнаты 108, и финал апофеоза доска сюжета у нас также горит. Так. Вейк. Здорово, пацаны, а чё случилось? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, снова типа атакуют нас, что ли? Или нам вообще на выход? Нам куда? Покинуть гостиницу? А, ну зачем на выход, реально? Тихо, не та кнопка, не та кнопка, я всегда путаю РБ и ЛБ. Покинуть гостиницу, всё, я на выход. Я на выход, всё нормально. Такс, выходим. Нам нужно теперь снова в этот Парламент Тауэр. Парламент Тауэр был здесь. Снова оказался здесь. Зейн сказал, что рукопись возвращения ключа к тому, чтобы выбраться. Мне нужно было добраться до неё раньше Скретча. Сейчас доберёмся. Не забывайте использовать ведро. Это мы помним. Это мы знаем. Но здесь нам нужно, я так понимаю, играть за Алана Вейка, потому что со Скретчем будет разбираться именно он. И вот, собственно, Парламент Тауэр. Блин, вот прикинь, если бы у тебя в доме был вот такой подъезд. Это ж звездец. Типа подъезд это обычно, ну, просто такое местечко, значит, не особо впечатляющее, внушительное. Здесь просто золотые лифты, гигантские потолки, всякие вот эти вот сова. Офигенно. Так, заходим. Заходим и едем в наш номер. Единственное, конечно, что фигово, это то, что в лифте не играет музяка. С музякой было бы много веселее и не так скучно. Так. Добраться до Парламент... Это мы с тобой, кстати, помним, но всё равно испугался. Иди к чёрту! Возвращение, инициация 6. Чё это сразу к чёрту-то? Чё не так? Может, на самом деле у нас с женой не такие хорошие отношения, как ему кажется? Так, чё-то в ванной здесь... А, это у нас не ванная. Элис передала ванную под фотолабораторию. Угу. Переделала, скорее всего, там не передала. Здесь какие-то фоточки. Кстати, страшная довольно фотка слева. Возможно, это она с Кретча сфоткала. Такс. Чё у нас ещё здесь есть? Извиняюсь. Dark Place. Тёмное место. Садимся. Привет, Элис. Просто прошу... Пишу спросить, как ты там. Это у нас кто пишет? Барри Уиллер. Элис Уэйк. Как дела? Звонил тебе, но ты не ответила. Наверное, ушла с головой в творчество. Понимаю, когда творческие личности что-то создают. Для них мир вокруг перестаёт существовать. Чё? Если вдруг ты решишь перезвонить, а я не отвечу, значит, я занят продюсерскими делами. Хотя чёрт его знает, чем должны заниматься продюсеры. Чуть не забыл, если тебе нужна помощь с организацией выставки, дай знать. Твой друг Барри. Ещё у нас есть не волнуйся, привет, Элис. Сервятники никак не успокоятся. Теперь они хотят взять личную историю Аллы и сделать на её основе фильм или сериал. Плюс ещё и грёбаную игру. Ты подумай, а? Я сказал, пусть идут нахрен. Действительно, игру ни в коем случае не надо делать. И ещё. Хотел, чтобы ты знала от меня. Некая Тэмми Букер, работающая в жанре криминальной документалистики, пишет книгу об Алле. Я вышел на её издателя и перегрозил судом. Не волнуйся, я с ней разберусь, твой друг Барри. Как ты там? Так это у нас всё от Барри, серьёзно. Год назад, как ты там? Аля, мы немножко не в той последовательности читаем это всё. Довинка, я тебя ничего не слышу. Ну так, пробежимся. Забить на ланче. Здоровительный центр. Счастье, благополучие. Я вступил в секту и очень доволен. Работать с Аллом и Андерсонами временами было непросто, но с этими киношниками вообще свихнуться можно. У меня буквально ехала крыша, а потом мне рассказали об оздоровительном центре. Лучшее решение в моей жизни. Я снова полон сил, ну и да, со здоровьем всё отлично. Чувак, заправляющий этим местечком, Честер, прямо настоящий кудесник и совсем не псих. Ну короче. То есть здесь у нас письмеца. Здравствуйте. После смерти Аллана я несколько месяцев не выходил из квартиры. Всё казалось нереальным. Я была в шоке и ужасе. Меня мучила вина. Такие драматичные паузы, я не могу. Даже просыпаться было сложно. Иногда заходил Барри Уиллер, готовил мне еду. Барри Уиллер молодец. Я его поначалу терпеть не могла, но он оказался неплохим другом. Чё написано? Motion Activated TV. Сейчас он переехал на запад, но всё равно регулярно заглядывает. Красава. Такой телек странный, да? Минималистичный, я бы сказал. И всё. Часть 2.1, телевизор. Ничего себе, у тебя здесь целая выставка. Работа Элис поглощала нашу квартиру. Как её жизнь. Ага. Ещё один телек. Как-то утром, мимо окна, проплыл олень. В смысле, проплыл? Олени не плавают, в смысле? Воздушный шар смоет, аж над зверюшкой. А-а-а, ну так бы сразу и сказал. Тогда да, тогда всё нормально. Я посмотрела вниз на улицу, а там стояла маленькая девчушка и горько плакала, потому что у неё улетел шарик, я так понял. Как будто на нём свет клином сошёлся. Но это целый шарик с оленем, конечно, обидно. Кошмарная сущность привязанности в одной сцене. Ой, это, кстати, есть хороший фильм «Бойцовский клуб» называется, вот про данную тему. Тогда ты ей встала с кровати и вновь взялась за фотоаппарат. Ага, и там, соответственно, в этом «Бойцовском клубе» есть такая цитата, что «Твоя работа — это не ты сам, как и твои деньги в банке». Про общество потребления. Советую, если не смотрел, посмотри, с финала будешь в шоке. Так, ещё одна кассета. В темноте было что-то? Бля, вот там постер офигенный. Я должна была это увидеть и показать другим. Чем больше теней я фотографировала и снимала, тем крепче была уверенность, что это вот-вот случится. Я ушла в это с головой. Выходила только по ночам. Я была одержима. Но не знала, чем. Хороший вопрос. Так, возможно, нам теперь сюда. Опа. Вот это прям кинцо. На шести... На девятью телеках. За нашим миром есть... Темная волна, накатывающая на реальность и убегающая прочь. Лица в тенях. Боязнь темноты. Это страх перед возможным. Перед бескрайним, парализующим океаном. Но фотография умеет останавливать реальность. Запирать бесконечность в клетке. Выставлять на всеобщее обозрение. Я докажу, что лица правда там. Короче, и Алан Вейк сошел с ума, и его женушка, походу, тоже поехала. The Dark Place. The Art of Alice Wake. Окей. Бля, ну заставки кинематографичные. Я, конечно, балдею. Чисто реально сидим, смотрим кинцо. Что-то хотел сказать. А, я до сих пор так и не понял, на каком моменте мы с тобой сейчас прохождение... Типа, находимся. Потому что... Каким-то чудным образом, то, что мы с тобой проходили, типа, 6 или 7 часов... Кто-то прошел за 2 или за 3. При этом, я бы не сказал, что я особо здесь прям каждый метр изучаю. Я хожу, в основном пытаюсь все основное делать. И все равно, как-то мы уж очень сильно отдалились от тех цифр, которые вот сейчас есть... Полное прохождение на ютубе без комментариев. И я вообще не понял, почему так произошло. Как так вышло. Короче, странно. Вот. То есть, я тебе уже на протяжении, там, 3 или 4 серий... Ты что, мы в середине? Полная рукопись книги. Возвращение. А мы как будто нифига не в середине. Или о том, как темная сущность сбегает из темной обители. Сохватывает Брайт Фоллс. Не помню, как я это написал. Я вообще ничего не писал. Точно никогда бы не стал писать такое. Зато знаю, кто бы написал. Скрэйч. Чудовище с моим лицом. Если бы его сюжет стал реальностью, он окончательно занял бы мое место. Убивал бы людей. Уничтожить рукопись? Это ничего бы не исправило. Ее нужно было изменить, отредактировать. Жанр трогать было нельзя. Пришлось работать с тем, что создал Скрэйч. В этой истории кто-то должен противостоять тьме. Сака Андерсон. Она являлась мне в видениях уже давно. Она уже в Брайт Фоллс. Уже ввязалась во все это. Но ее не было возвращения. Пока. Я вписал ее туда, хотел остановить Крэйча на его же поле. Это оказалось практически невозможно. Я писал слишком медленно. Не дошел до конца. Время не хватало. Здорово. Ни хрена. Конец части. Такая коротенькая часть. Просто как мы побегали. Посмотрели кинцово от жены Ална. И снова эта музяка, блин, долбаная, да? Да, почему она наиболее распространенная и пипец как меня бесит? Ну реально, там есть три других хороших музея, которые можно было включать. Такс, то есть нас завалил Скрэйч. Это была коротенькая, но тем не менее информативная часть. Скрэйч не дал мне ввести все правки в рукопись. А че делать? И хрен ли он не дал тебе ввести их? Сейчас мы будем сами перебисывать. Воспоминания о моих исправлениях уже начали угасать. Если все, что написано в рукописи, сбудется, случится нечто ужасное. Скрэйч был там, в парламент-ауэр. Уничтожал мою работу. Он мог использовать сюжет, чтобы выбраться. И тогда он отправился за Элис. Так, ты хочешь, чтобы я сюжетом что-то сделал? Мне нужен новый черновик сюжета. Такой, который позволит опередить Скрэйча. Так, вернуться к рукописи. Ни хрена си, как я умею делать. Так, ну а здесь нет смысла что-то менять, наверное. Телевизор. Рукописи у нас здесь, скорее всего. Ну да. Зейн говорил, что мы с ним вместе работаем над возвращением. Он соврал. Возвращение написал Скрэйч. Надо бы еще раз заглянуть к Зейну. Он указал мне дорогу к двум местам убийства. Чтобы вернуться на парламент-ауэр, потребуется еще одно. Новый черновик инициации. Как же все здесь запутано. Это просто жесть. Реально, вот есть, знаешь, авторское кино. Какое-нибудь, снятое в стиле нуара, я не знаю. И вот это кино, его сложно смотреть. Оно далеко не для массового зрителя. И вот я убеждаюсь, что данная игрушка, она как будто бы тоже сделана максимально по-авторски. В ней столько глубинных смыслов, что это жесть. Маски, инициация 7. Окей. Так, кинцо будем смотреть? Будем поговорить с Дуэйром. Так, с Афин. А, Дуэйр, это тот наш самый ведущий, харизматичный. Походу, да. Давай поболтаем. Давненько не виделись. Вот, и, короче, игрушка прям, она охрененная, она мне нравится, она очень запутанная, но я такое люблю. Я в целом понимаю, почему она не собирает там тысячи просмотров. Потому что она сложная. Дуэйр, здорово. Это мистер Дор. Ля, какой фэнш в стиле. У меня нет времени на эту клоунаду. Да чего, нормальный мюзикл был офигенный. Это все не по-настоящему? Просто ради шоу? Никто и не говорил, что все это реально, мистер Уэйк. Представление было занятным, но притворяться больше ни к чему. Маски сброшены. Сильное заявление. Проверять его, конечно же, не буду. Учитывая, что вы даже не представляете, чье лицо окажется, вы очень любите все усложнять. Придумываете правила. Сами заставляете себя бегать по бесконечному замкнутому кругу. Не видите, как вам повезло. Вам помогает целая толпа народу. Я лично. Ваша жена. Элис. Мне нужно к ней. Она в опасности. И виноваты в этом вы. Вы еще и втянули во все это важного для меня человека. Вы ломитесь во все двери, всюду суете нос, пытаясь разнюхать то, что вам... Может, на этот раз у вас и получится. Я не понимаю, о чем вы. Я тоже. А, не, я понимаю. Мне пора бежать. А зачем сам сюда пришел-то? Слишком уж все это затянулось. А Найт Спрингс? Славное вышло шоу. Когда мы встретимся в следующий раз, обстоятельства будут совсем иными. Пора бы уже начать отвечать на мои вопросы. Короче, как это обычно бывает. Сделайте мне одолжение, мистер Уэйв. Все все понимают, кроме главного героя. Либо честно играйте свою роль. Либо не мешайте мне. И сейчас, бац, он такой мутирует в Скрэча и боссфайт. Ля, ну жутко. Не, кинцу они снимать умеют. Как скажете. Да и собственные игры делать тоже. Я говорю, что это все равно очень интересный экспириенс. Такие игры выходят вот реально раз в десятилетие пошел. Дуэль, Зейн. Наконец-то маски были сброшены. Значило ли это, что я стал ближе к тому, чтобы выбраться? Нельзя было терять ни минуты. Так, выбраться со студии ток-шоу. Мы сейчас будем выбираться через наше ведро с уборщиком. Или выбираться, в смысле, на улицу. Уэйк. Эти дворечки... А нет, все-таки на улицу. Экзит. Ля, как же наш уборщик? А он сейчас, наверное, здесь будет. Да? Блин, у тебя здесь потоп. Здесь все это убирать и убирать. О, Том, поспеши. Вот и свет в конце туннеля. О, знатно тебя за пятки кусают, Том. Вперед, как бабуля в снегу, говорит. Когда от паники никуда не деться, помощь близко. Ммм, дур не выкатичь с ним. Дэрбл не очень рада не видеть. Бояться мастера мудра. Но поддаваться игре не стоит. Это просто роль, и все. Может, стоит засунуть его в один из твоих фильмов? Как ты засунул меня, Том? Вперкелесе Хан Алишкин, да. Какие фильмы? Я большой поклонник твоих шедевров. Я еще и режиссер. Мой любимый поэт Том. И знаменитый Ютан Юэ. Ага. Ну все знают Ютан Юэ. А правда, что он возвращается на большие экраны? Слухи не врут? Мне нужно вернуться к себе. Да, в свою квартиру. Поможешь мне? Хорошо подготовиться. Уже полдела. Ты просил меня проследить, чтобы ты не забыл про... Эм... Световые картинки. Фотографии, сделанные твоей женой художницей. Они в обувной коробке в подвале. Я снова в подвале, это серьезно? Что оставил, то и найдешь. Хорошо, спасибо, Ахти. Найти обувную коробку в подвале. Окей. Так здесь же все затопило. Как я там ходить-то буду? Так, здесь заперто. Значит, подвал в другой стороне. А, подожди, может подвал здесь? А, ну кстати, да. Логично. Короче, как и обычно бывает в подобных играх, подобных фильмах, все в курсе, что происходит. Кроме нашего главного героя. Это пипец. Так, обувная коробка, как она должна выглядеть? У нас с тобой снова есть свет. Здесь очень много всяких обувных коробок. Но это, наверное, просто коробки. А обувная коробка, она должна как-то выделяться. Возможно, кстати, здесь. Это комната с большим количеством телеков. Ага. Делаем так. И наступает конец части. Мы с тобой за эти 20 минут, пока идет видос, уже две части прошли. Нифига мы заспидранили. И снова это... Ну, серьезно. Ну, доело уже. Так, ахти, иотон, йо. Угу. Такс, а что до сих пор? Найти обувную коробку в подвале. Окей. А, что самое интересное... Мысль вылетела. Блин. Опа. В смысле? А коробку-то мы не нашли. Так, ну давай сохранимся. Давай, короче, сохранимся куда-нибудь вот сюда. Мы с тобой уже играем 9 часов. На ютубе есть полное прохождение за 10 часов. Но именно тот фрагмент, на котором мы с тобой сейчас находимся, он у этого полного прохождения где-то в середине. Я вообще не понимаю, как это произошло. И как, ну, продолжает происходить. То есть реально, опять же, в предыдущей серии мы с тобой рассуждали, что... Такс, а где, собственно, эта коробка-то гребаная? Мы с тобой рассуждали, что вот, как бы, финал. Нам сказали про финал. Возможно, это реально финал. Это нифига не финал. Это, блин, середина где-то. Насколько же игра большая именно у меня. Потому что другие ее спокойно проходят... У кого-то даже за 6 часов я видел полное прохождение. Я же думаю, что он там не спидранит, а как будто бы проходит все впервые. Но я говорю, здесь столько нужно изучать, столько смотреть, что... Я просто не представляю, как за это количество времени можно ее пройти. Такс, уважаемый мистер уборщик. Есть ощущение, что ты меня немножечко, это... Обманул. Потому что никакой обувной коробки я не вижу. А здесь уже и заперто. А здесь нас уже и не выпускают. То есть, видишь, какие-то такие механики, которые подсказывают игроку, что не нужно возвращаться обратно, здесь все-таки присутствуют. Но когда-то они работают, а когда-то нет. Когда-то ты можешь просто блуждать по гигантской локации, не понимая, что делать. А оказывается, что все очень даже просто. Такс, ну, слушай, не так много вариантов на самом деле. Наверное, серьезно нужно в эту дверь идти. И здесь уже пытаться... Что-то... Менять. Но опять же, у нас закончилась голова. Значит, мы все с тобой сделали правильно. Я еще раз проверил, никакой коробки я не нашел. Соответственно, мы с тобой вновь тпшимся сюда. Мы, кстати, можем сразу переключиться на сагу, что самое интересное. Но я не знаю, нужно ли это сейчас делать или нет. Сменить реальность. Самое интересное, что мы задание-то не выполнили. Наверное, коробка где-то здесь может прячется. Фонарик так все размывает. Вообще дичь. Мы вышли на улицу. Вопрос, зачем? Чтобы попасть в Парламент Тауэр, мне нужно было найти место убийства. С этим мне должен был помочь Зейн. Разыскать Зейна в гостинице. А, ну окей. Значит, все мы делаем правильно. Разыскать Зейна в гостинице? Так здесь их несколько. Все-таки в Парламент Тауэр его нужно искать. Ну, он только что сказал, чтобы туда попасть, мне нужен Зейн. Это что за дичь? Давай тогда искать гостиницу. Очень много чуваков, кстати, как ты видишь. Теперь здесь ходят. Здесь еще сама стилистика того, что здесь все размыто. Сложно как-то вдаль вглядываться. Создает дополнительное ощущение, что ты реально потерян. Ты не знаешь, что тебе делать. Тебе нужно разыскать Зейна в гостинице. В какой гостинице? Заходим. Сделали небольшой кружок. Убедились, что кроме этого здесь исследовать нечего. И снова с тобой заходим в гостиницу. Мы же, блин, только что здесь ходили. Происходила лютая дичь. У нас то Парламент Тауэр, то гостиница. Комната Зейна 665 была наверху. Туда я собрался добраться на лифте. Здесь есть лифт. Как замечательно. Так, снова чуваки начали атаковать. А где у вас здесь лифт, мужики? Лифт. Самое интересное, что в предыдущей серии мы с тобой бегали, и здесь никакого лифта-то не видели. Ага, тупичок. Так, тупичок, это хреново. Нужно ли здесь что-то менять? Надеюсь, что нет. А может и нужно, кстати. Подожди, это лифт? Нет, как будто храняшка. Давай сразу сохранимся, раз мы сюда дошли. Окей. Уже скоро будет реально 10 часов геймплея? А мы с тобой плюс-минус на середине. Это офигеть. Вот же лифт. А? Вызываем. Можно быстрее, пожалуйста, спасись? Баб. Все, я сюда. Мужики, у нас одноместный лифт. До свидания. Сдрисните. А-а-а-а-а. Сейчас я его, это, испепелю палкой. А, там, кстати, можно было на РТшечку. Там, кстати, можно было на РТшечку, но ничего, так тоже пойдет. Все, уезжаем быстрее, уезжаем, уезжаем, уезжаем. Поехали. А вот здесь музяка играет, другое дело. Хотя, если честно, именно по строению мне больше нравится парламентауэр, чем эта гостиница. Она такая, знаешь, могущественная, высокая, пафосная, все в золоте. Здесь, конечно, тоже роскошно в определенном плане, но не так. А-а-а, какая комната? Что ж, опять? Включаем. Что-то подсказывало мне, что сын, отнюдь не будет, рад меня видеть. Окей. То есть, эти все встречи мы с тобой видим сквозь призму, опять же, кинематографа и сквозь вот эту вот бобину с пленкой. Ага. Теперь я у руля. Только попробуй что-нибудь выкинуть и вышибу тебе мозги. Возвращение написал Скрэйч, не я. Ты не сказал ни слова правды. Ты сдался. Перестал писать. Сказал, что это слишком опасно, что мы недостойны свободы. И тогда явился он. Скрэйч. Вот он писать как раз хотел. Обещал вытащить меня отсюда. Его талант ослепил меня. Да. Он был гением. Создавал настоящее искусство. Но когда он закончил возвращение... ...то ушел. Бросил меня. Он все еще здесь. Она тоже. Я знаю, что облажался. Но ты еще можешь найти его. Пока он не выбрался отсюда. Пока не добрался до твоей жены. Когда встретишься с ним... ...не мешкай. Прикончи, ублюдка, за все, что он натворил. В моем кинозале есть... ...место убийства. Там идет белая ночь. У меня есть билет. И тут они уже бац и поменялись местами. Что происходит? Ух. Вкуснятина. Говорил же, не лезь. Что-то он начал с ним местами вдруг резко меняться. Это такой, знаешь, хорошенький психодел, который ты смотришь... ...вау, чего еще происходит? Билет в кино. Покинуть гостиницу. Хорошо. Отправиться в поэц-синема. Фильм Зейна. Инициация 8. Окей. А синема? Я должен был найти кинотеатр поэц-синема. Следующее место убийства было там. Чтобы выбраться из темной обители, я написал возвращение. А заинтенал фильмы. Фильмы мы любим. Фильмы замечательно. Так, куда я иду? Возможно, кстати, сразу в кинотеатр. Было бы здорово. Тут, короче, реально... Так, а мне сюда надо? Подожди, а мне кажется, мне сюда не надо. Мне нужно было на лифт. И, скорее всего, так просто будет быстрее. Короче, когда я играю в подобные игры, я стараюсь максимально вникать в сюжет. Как-то им пропитываться, преисполняться. Для того, чтобы, ну, и самому быть в курсе. И для того, чтобы в случае чего вам что-то объяснить. Но здесь фишка в том, что мне реально, походу, потребуется помощь. Потому что сложно. И если нам в конце реально все объяснят максимально скрытно. А я, если честно, готов увидеть такой финал. И что-то мне рассказывает, что он здесь будет реально не такой, как, не знаю, в каком-нибудь фильме иллюзия обмана. Где просто вначале происходит что-то непонятное. А в конце эти все по полочкам разжевывают. Тихо. Разжевывают и рассказывают. Здесь, скорее всего, в любом случае останется так или иначе какая-то загадка. С которой мы с тобой просто будем сидеть и такие, ни хрена себе, что это только что было. Так, синема. Смотрим, значит, синему, а здесь у нас еще воспоминания. На другом конце площади я увидел лучи прожекторов кинотеатра. А тут еще вот эта штука. Следуй за прожекторами в небе. Сейчас последуем. А можно вот это собрать? Ну? В чем проблема? Да в смысле? Вот. Кто везет в этой игре? Я председующий убийц? Или культ, выбравший меня инструментом достижения какой-то неведомой цели? Надеялись ли они запутать меня и пустить по ложному следу? Неизвестно. Так, где прожектора? А, вижу. Это был искусный обман. Тени на стенах пещер, отголосок реальных событий, случившихся где-то в другом месте. Видел ли я тени? Или сам был тенью? Играл ли я роль в представлении, предназначавшемся кому-то другому? Мысли вслух. Окей. Такс, я вижу прожектора. Спасибо. Мы идем точно к ним. Иначе я бы, если вы здесь очень долго блуждал бы. Так, пацаны, не надо. Пацаны, не надо. Все в порядке. Тихо. Нет, не все в порядке. РТ, до свидания. Раз у нас есть такая возможность, нужно ее использовать. Используем наш фаер и бежим. Бежим, 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 бежим. Они, возможно, на него сейчас немножечко забайтятся, а мы тем временем свалим в киношку. Не надо. Я слышу, как они тпшуются. Это, блин, гребаные слендермены. Так, а мне здесь удастся пройти? Вроде да. Не надо. Да, пацаны, чувство кнопки. А можно бежать? Просто беги, Alan Wake. Просто беги, пожалуйста. Спасибо. Вроде получается. Так, ну да, здесь до этого данная локация была заперта, насколько я помню. Здесь просто была такая темная, страшная стенка. Здесь же теперь все в порядке. Можем подходить. Раз. Двадцать. А вот третьи-то батарейки. А, я так тоже могу, серьезно. Так, батареечка, да? Батареечка. Батареечка, спасибо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Куда целиться? Куда целиться? Да сдрись, не ты, говно. Мужики, дайте пройти, ну, серьезно. Спасибо. Я не хочу с ними драться. Это... У меня патрон не так много. Так, тихо. У меня их вообще до хрена. Как их все нужно уничтожать для того, чтобы они мне не мешали? Это же невозможно. Мне бы еще салутаться, по-хорошему. Ну, что-то сложно. И вот мы с тобой вышли к Poets Cinema, кинотеатру. И нужно войти внутрь. Я, если честно, обожаю ходить в киношки. Я обожаю, в целом, кинематограф. Вот. И кинотеатр оказался закрыт. Возможно, с билетом меня пустят. Ну, естественно, билет в кассу. Никак иначе. Есть, конечно, еще вот эти вот варианты, когда ты, знаешь, сажаешь друга на шею, вы надеваете гигантское какое-то пальто, и пытаетесь вдвоем пройти по одному билету. Я дофигища видел на ютубе подобных пранков. Точнее, даже экспериментов, я бы сказал. В фойе. Новая сцена, окей. В фойе кинотеатра служила порталом другие реальности. Я мог бы написать здесь какую-нибудь сцену. Мог. А еще бы ты мог здесь сохраниться. Понятно. Что еще? Перестать бежать. Один вопрос. Как избавиться от идеи, от навязчивой мысли, захватившей твой разум? Так, сохраниться надо. Эта навязчивая идея, захватившая мой разум, что нужно сохраниться. Я верю. Не так-то просто отделаться от твоей демоны всегда с тобой. Так, ладно. Лутаемся. Окей. Я так понимаю, это просто скрип, который постоянно тут крутится, поэтому нет смысла пытаться что-то там разглядеть. Такой попкорн вкусненький. Соленый есть там, с сыром. Есть сладкий, кстати, попкорн. На самом деле на любителя. Тоже, знаешь, под определенную ситуацию. Я зашел в какой-то толкан. Неужели я в какой-то момент перестал писать? Или нельзя останавливаться? Слишком многое поставлено на кону. Опа. Тыничок. Вот это вообще замечательно. Так, скотч, кстати, почему-то не берем. Ну и ладно. Вот сейчас мы вообще нормально так залутались, что меня так же наводит на мысль, что возможно сейчас будет жесткий замес. Ну, где как ни в толчке, нужно искать скотч, патроны и батарейки. Естественно. Так, что за это? Определить место убийства. Ага. Место убийства, говорите, определить. Возможно, кстати, гримерка. Нет. Здесь, на самом деле, я заметил очень много есть комнат, в которых... Ну вот, знаешь, чисто лут. То есть ты заходишь, не сразу замечая, что есть какой-то шкафчик, выходишь, а оказывается, что там была граната. Ага, по этой синеме карты у нас теперь имеется. Это фонарик, патроны. И потом я удивляюсь, блин, а где же весь лут? А фишка-то в том, что реально здесь игра еще и про исследования. Нужно смотреть, узнавать. Сохраняться, кстати, это уже что-то другое или нет? Нет, так как будто то же самое. Хорошо. Ну, сейчас еще раз сохранимся, потому что мы уже залутались. И пойдем, наверное, наверх. Наверное, наверх. И вот здесь как раз нужно вот эту штучку, скорее всего, будет сопоставить. Здесь у нас больше проходов нет. Идем, соответственно, дальше. Так, став онный. Но я в этом случае став. Еще какой став. Поэтому мне можно. Заходим. А вот сюда нельзя. Я что-то упустил. Давай поймем, что. Угу, фойе доска сюжета. Вы хотите, чтобы я что-то поменял, да? Да, главным событием было убийство. Я должен был попасть на место преступления. Так, а у меня этих нет подсказочек. А может здесь нужно что-то решить? Так, это у нас карта. Кстати, довольно большая. Радио и телек мы с тобой уже в целом смотрели. Доска сюжета. Давай что-нибудь здесь оставлять, может? Нет? Хотя, блин, новых карточек-то нет. А как эту штуку менять тогда? Так, здесь мы с тобой были. Став он ли. Вот эту штуку, скорее всего, нужно активировать. И у нас появится новое слово. Ага, слушай, я все-таки был прав. Это со второго этажа делается. Ну, давай. Давай так и поступим. Как я вот здесь ее не заметил, это, конечно, вопрос. Отлично. Казалось, что я расследовал дело культа слова. Целую вечность или того дольше. Оно стало делом всей моей жизни. Он, красавчик, так классно говорит. Культисты возникали из ниоткуда, творили свои чудовищные бесчинства. И растворялись в ночи. Оставляя после себя лишь сцены кровавых преступлений. И бессмысленные подсказки, исполненные тайных смыслов. Они так любят делать, да. Оказавшись в кинотеатре, я почувствовал, будто впереди меня ждет грандиозное и пугающее открытие. В любую секунду оно разверзнет свою жуткую пасть. Внутри находилось что-то важное для культистов. Логично. Что-то, что можно было использовать. Ульт-слово. И сейчас эта вся тема поменяется. Ооо, первый шаг на пути к месту убийства. Я делал успехи. Отлично. Здесь, конечно, стало немножко помрачнее. Но там, скорее всего, в то красное окошечко. Но перед этим мы с тобой, конечно же, сохранимся. Реально, вот сохраняшка, по сути, нужна для того, чтобы если тебя в моменте кохнут, ты такой, оп, а я сохранился, а мне пофиг. Но здесь нас с тобой настолько редко убивают. Кто-то забаррикадировался в комнате. Нужно туда пройти через вот этот вход, скорее всего. Или через туалет. Нет, через туалет мы туда не попадем. Подожди, а как попадем? Может, вот тут? Вопрос. Доска сюжета. Культ слова. Сейчас мы с тобой ставим культ слова. Все опять меняем. Заходим туда. Наверное. Повествование повлияло. Вот мы здесь сможем это все поменять? Сможем. Соответственно, мы заходим и переключаемся снова на культ слова. Хорошо. Вот. Другое дело, мы с тобой здесь. Так, и здесь еще одно воспоминание. Ищем, соответственно, синенькую штучку, сопоставляем и как-то... Как-то... Не понял. Ну идеально же. А я дальше не могу отойти. Да в смысле? Бадди, ты не будешь говорить, бадди. Ты будешь говорить, бадди. Бадди, ты будешь говорить, бадди. Бадди, ты будешь говорить, бадди. Лучше бы тебе начать говорить, приятель. Хе-хе. Это был обряд посвящения. Там мы сказали нашим новым членам... Двое честных опов из Нью-Йорка. Они были готовы на все, лишь бы выслужиться перед нами. Еще и полиция. Мы приготовили для них кое-что особенное. Вас тоже ждет сюрприз, Алекс Кейси. Алекс Кейси. Кто ваш главарь? Алон Уэйк? Скрэч? Зейн? Мне нужно имя. Вы уже очень скоро встретитесь с ним. Сливки Нью-Йорка. Этой заразе не видно было конца. В жанр вписывается отлично, так что пригодится. Осмотреть зрительный зал. Хорошо. Так, а мы с тобой должны, наверное, переключиться на сливки Нью-Йорка. И посмотреть, что здесь изменилось. А здесь у нас ничего не изменилось, но, скорее всего, появится зрительный зал. Да. Действительно, что-то поменялось. А зрительный зал, наверное, наверху. Заходим. Че? Нам сюда? Нет, здесь до сих пор заперто. Так, а где же зрительный зал? Доска сюжета. Нам игра намекает, что мы можем что-то поменять. Так мы, по сути, только что это и сделали. А стрелочки ведут куда-то... Ну, опять же, в ту дверь. Вот зрительный зал. Ну, естественно, на первом этаже. Все логично. Заходим. Все аплодируют. Театральный зал, новая сцена. Спасибо, спасибо, это все для меня. Да, я знаю, аплодисменты. Театральный зал уже тут, скорее всего, нужно переключиться. Я правильно понимаю? А на что? А, наверное, на культ слова? Да, действительно так. Ой-ой-ой, пацаны. А, вы тоже пришли на премьеру? Ну, хорошо. Все места уже, походу, заняты. Хотя нет, можно идти вот сюда. Встать. И нормально. Выключим фонарик и будем смотреть. А. Кина не будет? Так, в таком случае на сливки Нью-Йорка. Подожди, а смысл? Ну, только что на них были. Может, нужно что-то запустить? Или, кстати... Ну, во-первых, мы сейчас с тобой сделаем сопоставление. Поглядите на себя. Толпа клоунов в смехотворных масках и капюшонах, корчащая из себя тайный орден, готовая броситься за хозяином хоть в самый ад. Может быть, и вам во всем этом отведена роль, мистер Кейси. Роль, написанная специально для вас. Роль марионетки. Слепо исполняющий ритуал по славу культа. Нехило так тебя накрыло. Белая ночь. Уцелевший отрывок утраченного фильма. Вы все увидите сами, мистер Кейси. Скоро вы все увидите сами. Сцена из старого фильма. Сейчас будем смотреть. Белую ночь снял Зейн? Фильм играл важную роль в истории. Так, нужно посмотреть сцену из фильма. Давай, включаем. Поехали. Сцена из старого фильма, ну, естественно. Ой. Чел, я на кино пришел. Че ты домотался-то? Это еще что такое? Не знаю, но мне нужно найти... Мне нужно их сопоставить. Ух, нихрена. А, я могу отсюда? Удобно. Так, мужики, не трогайте меня. На экране был Зейн. Я не вижу нихрена. Он играл меня? А, вижу. Да, он играл тебя. Лампа Зейна в фильме не горела. Я могу передать свет своей лампы. Активировал. Городских легенд, ходивших вокруг Томаса Зейна, было не с честь. Я лампу вот так могу, кстати, зажечь. Я кое-что разузнал. Среди киношников он считался непревзойденным автором артхаусного кино. Это реально артхаус, блин. Нуар, артхаус, что-то такое очень авторское. А, так давай дальше рассказывай. Фак, мы всю тему сбили. Здесь, наверное, можно просто включить свет. Свет, исходящий от лампы на экране, указывал на дверь. Так, собери все-таки еще раз вот эту тему. Подожди, на какую дверь он указывал? Эта штука иногда скипается. Доска сюжета. Я кое-что разузнал. Что? Среди киношников считался... Да-да-да. Просто он мне, возможно, сейчас даст новую фразу, с помощью которой мы сможем что-то сделать. Ага, восходящая финская звезда, явившаяся покорять Америку. Однако он успел снять лишь один фильм. Поэт Том. А затем бесследно пропал. Прямо как главный герой картины, которого сыграл он сам. Ну, последовал примеру, естественно. Главной загадкой была одна из ранних его работ, снятая еще в Финляндии, утраченный фильм «Белая ночь». Поговаривали, эта картина обладала мистическими свойствами. Некоторые утверждали, что в фильме присутствовали сцены настоящего убийства. Он существовал в единственном экземпляре, и культ охотился за ним так остервенело, как даже крестоносцы не гонялись за Святым Граалем. Нечто подобное происходило с книгами Уэйка. Все, мы с тобой это послушали. Ничего нового не поняли. Но отсюда лучше забрать свет, да? Или нет? Осмотреть переулок, попасть в киноаппаратную. Киноаппаратная. Так, подожди, а мне свет-то все-таки зажечь? Давай мы вот что сделаем. Мы, короче, свет зажжем. Ага. А сами пойдем в киноаппаратную. Отвали! Они меня напрягают, серьезно. Мужики! Они не дают выйти. Что за дичь? О, нормально. Прорвались. Сейчас охраннее, как бы, позвоню, и все, вас выведут. А то что-то распоясались. То есть, значит, на кинопремьеру и руки свои распускают. Вот, отсюда мы это забираем. Но это не киноаппаратная. Или киноаппаратная. А где киноаппаратная? Доскать все. Тихо! Так. Здесь нового слова у нас с тобой не появилось. Ага, Алан Уэйк. А вот переулок, кстати. Тот самый переулок. Спускаемся. Во тьме. Новая сцена. Я снова оказался во тьме. Субтитры сделал DimaTorzok